Приветствую, народ! Наконец-то творческие покупки. Сначала небольшое предисловие. Я думаю, что люди, кто связан с творчеством или, может быть, с полимерной глиной, видели на ютубе видео про полимерное одеяло или что-то в этом духе. Это некий такой, ну, не конкурс, а, я даже не знаю, как это назвать, то есть, как бы, такое мероприятие для полимеристов России. Вот. И я решила принять в нем участие и заказала форму в магазине GF Art на ярмарке мастеров. Вот эта вот форма, такой шестиугольник с точными размерами того шестиугольника, который участвует в этом мероприятии. Во-первых, значит, расскажу про эту форму, про этот катер. Плюс еще мне подарили маленький подарочек. Подарочек вот я при вас разворачиваю, я еще даже не смотрела. форма, чем примечательно. Это для меня такой новый материал. Я даже, как сказать, еще не работала с такими формами, с такими катерами. И так необычно держать его в руках, он такой странный. В общем, вся фишка в том, что этот катер сделан на 3D принтере. Вот. И, в принципе, если вы работаете с полимерной глиной и хотите попробовать что-то новое, попробуйте этот катер. Ну, хотя бы одну штучку вы у себя должны иметь, как истинный полимерист, потому что это какая-то новинка в современном мире катеров. И хотя бы одну штучку для экземпляра нужно у себя иметь. И в подарочек мне подарили вот такой маленький катер в сердечко. Он буквально, не знаю, сантиметра 2, наверное, размером. Может быть, полтора сантиметра. Просто изумительный. Вот. И еще также до кучи. Так как все-таки я работаю обычно с пластикой на бумаге, но заметила с годами, что бумага очень сильно впитывает какую-то влагу, какие-то составляющие из полимерной глины, и плюс запекать на бумаге не очень удобно. Поэтому я в этом магазине заказала специальное стекло. На самом деле это не специальное стекло, а обычное совершенно стекло. Оно вот упакованное. Сейчас вместе с вами его вскрую. И мы посмотрим, что же это за супер стекло. На самом деле, повторюсь, это просто обычное стекло. Оно просто, как сказать, вырезано, и края его обработаны так, чтобы оно не было опасным. То есть было безопасным для работы. Вот, собственно, я его распаковываю. Очень качественно очень много всего на вертеле этой мягкой упаковке. Вот такое стекло. Точно размер, не помню, 20 на 20, по-моему. Да, но с стерильной стороны, я думаю, оно проклеено такой пищевой пленкой, чтобы обезопасить стерильную сторону. Вот. Оно толщиной около 2,5, наверное, миллиметров. В общем, это моя новая поверхность. Надеюсь на ней работать. Будет мне приятно и круто запекать изделие. И, кстати, о запекании. Я много лет варила пластику, и меня это вполне устраивало и по качеству, и по процессу. Но, совершенно недавно, опять же, я как-то задумалась о том, а не стоит ли все-таки ее запекать, эту пластику. То есть прочность, качество, внешний вид, они гораздо лучше выглядят после запекания. И, как бы, запекание, оно большую гарантию дает именно прочность изделия, нежели варить. Хотя, конечно, смотря что делаешь. Если это какая-то мелкая безделушка цветочек, его лучше не варить, а все-таки запекать. Если это кексик, там, без всяких мелких деталей, то его можно и сварить. Кстати, к тому же варка с определенными полимерными глинями дает интересный эффект. Например, можно сделать пористый кекс, такой вот, прям как настоящий кекс. При этом не используя никаких подручных материалов, только глина из того, что вы ее варите. В общем, на самом деле, разные технологии дают разные возможности. Надо только пробовать. Вот, в общем, я хотела с вами поделиться таким новшеством. И обязательно ссылочку на магазин я оставлю внизу. И ссылочку на мероприятие под названием «Полимерное одеяло России» тоже оставлю внизу. Ну, может быть, кому-то будет интересно посмотреть и тоже поучаствовать. Я собираюсь участвовать, но пока не знаю, как все сложится. Успею ли и смогу ли поучаствовать, но, может быть, не в этот раз. Ну, по крайней мере, у меня есть вот такая вот шпуха уникальная, просто изумительная. Вопрос только в печке у меня на самом деле стоит, потому что мне нужна печка, а печки у меня пока нет. В общем, вот так. Вот такие были замечательные, просто вдохновляющие творческие приобретения. Вот, обязательно подписывайтесь, потому что скоро появятся творческие видео, наверное, влогового характера, потому что мастер-классы я не планирую снимать. Мастер-классов по полимерке очень много, и мне просто, у меня не тот уровень, чтобы еще мастер-классы вам показывать в плане полимерной глины. Я немножко в другой, как сказать, опере в этом плане работаю, то есть, в общем, много слишком уж мастер-классов в интернете, и я пока не хочу их повторять. Вот, в общем, у меня, наверное, появятся вот такого влогового характера, творческие зарисовки, и думаю, что довольно скоро появятся. Так что подписывайтесь, ставьте пальчики вверх или куда хотите, оставляйте комментарии, и пока-пока, до новых видео, я вас всех целую.